Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и давно у нас не было битвы небоскрёбов, и сегодня она как раз-таки такая намечается. Сегодня у нас противостояние двух самых высоких домов. Самый высокий небоскрёб из лавы против самого высокого небоскрёба из воды. Внутри каждого небоскрёба находятся нереальные испытания, и нам нужно пройти каждый из них, чтобы понять, какой же небоскрёб был сложнее и интересней. Ну а в конце мы проверим их на прочности, посмотрим, какой же небоскрёб первый падёт от чёрной дыры. Так что устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Да, давно, конечно, у меня на канале не выходила рубрика битвы небоскрёбов. Последний выпуск был почти год назад, где-то 11-12 месяцев, короче, трэш. Но сегодня мы возвращаем эту рубрику. И первый небоскрёб, который мы проверим на прочность, на крутость и так далее и тому подобное, будет небоскрёб из воды. И начнём с первого, с водяного. Давайте заходим внутрь и сразу же попадаем на испытание. Вау, я вижу тут какую-то табличку, которая гласит «поднимись по воде». По какой воде, извините меня? Типа, а, окей, я понял, хорошо, нужно взять ведро, зачерпнуть отсюда немножечко воды, и я так понимаю, куда-то сюда её вылить. Да, а, и подниматься по ней. Ну, естественно, вот таким вот образом мы её, типа, разливаем, потом собираем, потом снова выливаем. И так вот постепенно до самого-до самого-до самого верха мы поднимаемся. В принципе, испытание вообще несложное, потому что я уже поднялся и всё, я уже не могу, к сожалению, подобрать воду, поэтому выкидываю это ведро. Что тут у нас? И тут у нас паркур! Как же давно я не паркурил, наконец-то! Ну, я надеюсь, что паркур в небоскрёбе из воды не будет таким сложным, потому что не очень удобно мне в данный момент паркурить. Тут ещё по трубам и с лесенками. Меня вы все знаете прекрасно, если дело касается лесенок, я лесенки начинаю сразу же ненавидеть. Так, тихо, осторожно, аккуратненько. Чё-то я не разогнался, вот теперь я разогнался и всё хорошо. Так, шикарно, теперь идём сюда, запрыгиваем на эту лестницу, потом, типа, сюда, я так понимаю. И нам сейчас нужно вот сюда куда-нибудь пройти. Тихо, 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 тихо. Я упал в самый низ. Но, кстати, пока я падал, ребят, знаете, что я заметил? Что вода немножечко тебя держит, то есть ты можешь на стену прыгнуть, и она немножечко тебя удержит. Буквально на секундочку, но этих секундочек хватает, чтобы пройти испытания. О, житель, здорово, а ты чё тут делаешь? А, вон чё, ты у нас тут чё-то продаёшь. Интересно, что факела? Зачем мне факела? Тут вроде и так, в принципе, светло. Я надеюсь, что вы со мной согласны. Чё ты ещё хочешь? Ты хочешь, ага, ты продаёшь рычаг за 32 картошки. А рычаг, я так понимаю, да, нужен для того, чтобы открыть вон тот люк. Ну, ладно, в принципе, это не сложно, учитывая то, что тут есть мотыга и картошечка. А я, как говорится, опытный фермер, я всё знаю, как говорится, я всё могу. Поэтому давайте вскопаем эти грядочки по бырику. И, естественно, польём куда-нибудь. Ну, давайте вот сюда вот посерединке разольём воды. Во, шикарно! Всё, теперь мы, в принципе, засаживаем картошечку. Я думаю, одного ведра воды хватит, чтобы освежить все эти грядки. Да какая вода вообще? Это небоскрёб из воды, поэтому тут даже вода не нужна была. Тут стены из воды, тут влажность капец какая огромная. Поэтому всё хорошо, всё нормально. Так, всё, давайте выращиваем эту картошечку и параллельно её собираем. Нам нужно 32 штуки для того, чтобы получить заветный рычажок. Поэтому выращиваем тут ещё, выращиваем тут ещё и выращиваем... Да, господи, почему мне не хватает? Я не понимаю, когда я уже насобираю... Всё, 33. 33 мне хватит, даже одна штучка на завтрак у меня останется. А то устал я, эти головы уже есть, как говорится. Всё, хорошо, поднимаемся повыше. Ставим рычаг сюда, открываем люк и пролазим. Я сказал, пролазим. Видать, люк заржавел, но ничего страшного. Так, тут у нас вода, какие-то трубы. Я так понимаю, мне нужно плыть. И, кажется, я понял, для чего мне нужен факел. Для того, чтобы зачерпнуть немного воздуха. Да, 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 да. Это логично, тут всё, в принципе, продумано так. Хорошо, давайте плыть. Давайте плыть кверху. Я думаю, что проход... Да, вот я, в принципе, уже вижу этот проход. Мне всего лишь один вдох понадобился, чтобы сюда проплыть. Всё, шикарно. Мы поднимаемся повыше. Да ладно, серьёзно? Я прошёл, я прошёл полностью данный небоскрёб. Посмотрите, вон, я наравне с Славовым уже... Господи, не надо те кнопки жму. Я наравне с Славовым, значит, всё хорошо. Что значит, я прошёл небоскрёбы, офигеть, как тут высоко. Вы посмотрите на эту деревню, просто ультрамаленькая. Там в тумане что-то виднеется. Вон мой дом находится где. И сверху в небоскрёбе у нас вот такие вот апартаменты, да? Правильно, как они называются. И тут у нас сундук из кактуса. Вау, кактус, ну, в принципе, логично. Хорошо, давайте посмотрим, что тут. Вау, неужели это всё мне? Ну, давайте возьмём газированная вода. Шикарно, я вот как раз-таки хочу пить. Так, шикарно. И давайте я это всё сейчас выпью. Так, нет, ведро воды, окей, хорошо. Это не просто вода, это свежая вода. Я так понимаю, можно попивать. А это газировочка. Ну, на самом деле, после газировочки такие, знаете, нежданчики вылетают. Поэтому я не хочу газировочку попивать. Я лучше поставлю этот водный камень. Воу, кстати, а водный камень выглядит вообще шикарно. Его можно даже использовать при строительстве чего-либо. Плавательное приспособление? Серьёзно? Более тупого названия спасательного круга я в жизни не видел. Но я не знаю, как им пользоваться. Да и, в принципе, лови. О, фейковая вода. Я знаю, что это такое. Это вода, которая обладает свойствами лавы. Вот она меня сейчас кельнёт. Ё-моё, осторожно. Нужно быть осторожнее. И какое-то водяное кольцо. Кстати, вот оно мне действительно нравится. И смотрите, я его надел, и посмотрите, что ночное зрение, дыхание под водой. Это вообще шикарно. Это вообще чудесно. Теперь мне ничего не страшно. Ой. Ладно, я понял, это небоскрёб из воды. В принципе, мне там понравились испытания. Но вот призы, ребят, призы, мягко говоря, не очень. Ну, чё-то они мне не понравились. Какие-то странные. Вот испытания, да, нормальные. Небоскрёб очень красивый. Но у него есть второй соперник. Это небоскрёб из лавы. И прямо сейчас мы отправляемся оттуда. Вот если в небоскрёбе из воды мы весело плескались, то тут нужно быть поаккуратнее. Потому что стоит мне коснуться стенки вот буквально рукой. И всё, начинается. Пошёл процесс. А, тихо, тихо, тихо. Нужно подушиться. Ну, короче, вы меня поняли. Это такое себе. Поэтому аккуратно заходим, не касаясь стен. И проходим. О, тут огонь у нас. И, а, кажется, я понял. Это такая змейка, которую нужно пройти и случайно не поджечься. Тихо, осторожно, ё-моё. Я же сказал, что всё должно быть хорошо сегодня. Так, аккуратно. И теперь прыгаем на лестницу. Шикарно. Лава я не коснулся. Блин, ребята, тут что-то жарко. Поскорее бы пройти эти испытания. Тихо, тихо, тихо. Видимо, тут придётся прыгать. Видимо, тут весу этого огня никак не обойтись. Осторожненько. Ну, давай, тужись. Давай, давай, давай. Фу, 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 фу. Чё ты горишь? Ты давай остановись, господи. О, всё, наконец. Так, куда нам дальше? Нам дальше сюда. Тут у нас что? Тут у нас ничто. Просто лава. И что я должен делать в сундуке? Удочка. Я чё, должен рыбу поймать, что ли? Рыба в лаве? Это что за рыба такая? Рыба-мутант, что ли? Я чё-то прикол не понимаю. Ну, ладно, давайте. Закинем удочку. И что произойдёт? Я, кстати, никогда в Майнкрафте не пробовал поймать в лаве рыбу. И мне кажется, это такая сидень. Ну, ладно, подожду. Вот вроде стою минуту, а ничего не происходит. Давайте пром вытащите. Нифига. Да, может быть, мне чё-то тут кликнуть надо. Я фиг его знает. Может, дверь как-то открыть? Давайте вон туда, в тот угол бросим. Ничего не происходит. Давайте вот сюда вот бросим. Ничего не происходит. Давайте вот сюда вот бросим. Ничего не происходит. Давайте вот сюда вот ещё раз бросим. Ничего не происходит. Давайте вот сюда вот ещё раз бросим. Ничего не происходит. Я не понимаю. Я вообще чё-то не понимаю. Чё мне тут нужно сделать? Я тут стою как дурак. Кликаю удочкой по лаве, не знаю Может секретные кнопки, нажимные плиты Рычаги, я не знаю, что мне нужно делать Может мне туда удочку вообще надо кинуть Туда вроде тоже нет никаких нажимных плит Короче, блин, странные испытания Ладно, потыкаю сейчас еще Ну что за испытание такое, я не понимаю Ну что это вообще такое Господи, что это я загорелся Опа, шикарно, дверь открылась Я не знаю, что произошло, я куда-то нажал Но я туда больше не пойду Ну его нафиг эти испытания Это было максимально странное и сложное испытание Зачем так сложно Я думал, что все, дальше уже не пройду И можно заканчивать на этом И стоп, кто там стоит, по-моему Мне кажется, или там зомби Так, ладно, зомби, я надеюсь, что тут для меня положили Да, для меня все положили, шикарно Я могу победить этих зомби Но я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь Так, надеваем эту железную броню В руки берем железную Ой, господи, какой железный Все, ребята, крыша уже едет Алмазный меч, съедаем золотое яблочко И я готов против этих зомби, так сказать Выходить на ринг Давайте, пошу Да что ты меня толкаешься? Они меня поджигают, ребята, капец Они меня поджигают Ладно, все, хана вам всем Я сейчас вас всех тут раскидаю Понятно, тупые зомбаки Капец, они меня поджигают Так, вроде я потушился И всех зомби раскидал Капец, они опасные Ладно, хорошо Поднимаемся выше по этой деревянной лестнице Кстати, это максимально странно Почему она до сих пор не сгорела Я не понимаю Так, мы куда-то с вами вышли И тут у нас камень, дверь и кирка Окей, кажется, я понял, что тут нужно делать Тут нужно, наверное, что-то нам найти Такого интересненького Воу, тихо Тут лава растекается Лава растекается Тихо, тихо, тихо Давайте ее будем своевременно тушить Что ты тут растекаешься и меня поджигаешь Не надо так делать Я знаю такие испытания Тут типа надо найти Я так понимаю, по крайней мере Какой-то рычаг Может какой-то сундук Может какую-то нажимную плиту Может какую-то кнопку Фиг его знает Долбанная лава Она тут со всех сторон уже протекает Так, ладно, копаемся вниз И что-то я уже довольно-таки глубоко спустился А вот и сундук И в сундуке, как я говорил, в принципе, рычаг Ну, это банальное испытание Это довольно-таки, господи, легко Поэтому все, поднимаемся прямо сейчас повыше И идем на следующее испытание Рычаг, давай, вставай на свое законное место Шикардосина Проходим вот сюда вот И поднимаемся по этой длинной лестнице Какое же испытание нас следующее ждет? Хотя, погодите Там доски Мне что-то подсказывает Что мы с вами все прошли И да, мы с вами все прошли Опять кактусовый сундук Фух, мы прошли все испытания В этом лавовом небоскребе Вон там виднеется небоскреб из воды И посмотрите Отсюда также открывается шикарный вид на деревню И опять загорелся Ну что ж, самое время узнать Что же тут за приз такой Вау, а приз-то нехилый Посмотрите на это Посмотрите на это Тут что-то интересное Я сразу же хочу скинуть эту железную броню Потому что мне в ней жарко просто И надеть вот это вот кольцо огненное Я его надел, ребята И у меня огнестойкость Посмотрите на это Теперь я мощный, как говорится Также тут есть кирпичи Вот такие вот лавовые Хотя тут в примешку еще вода Немножечко есть Или этап сиден Я немножко не понимаю, что это Так, что это такое Это фаер динамит Тихо, тихо Тихо, 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 тихо Нафиг я его тут-то кинул Я не понимаю Так что смотрите Вот такая вот огненная пушка Лазером огненным стреляется Блин, очень прикольно И вот такая вот какая-то Я фиг его знаю, что это такое Это кристалл, шар Что это, я немножечко не понимаю Ладно, ну и также лава-лампа Вот это вот тема Я ее поставлю к себе в дом Потому что она очень красивая Господи Она очень красивая Она может красиво переливаться Ну и фейковая лава Мы все знаем, что это такое Из моих других видео Это лава, которая обладает Свойствами воды То есть я в ней стою А мне ничего Мне хоть бы хны Мне пофиг Так, ладно Давайте потихонечку спустимся Смотрите, ребятки Сейчас будет гениальный дроп Оп Почти Что ж, вот мы и прошли Прошли этот небоскреб из лавы Что я вам могу сказать Испытание в небоскребе из воды Как мне показалось Намного-намного интереснее Но Вот приз в небоскребе из лавы Намного лучше, чем в небоскребе из воды Я уже запутался Я даже не знаю, какой небоскреб лучше По призам я уверен, что лучше лавовый А вот по испытаниям лучше водяной Ну а сейчас мы проверим Какой из небоскребов лучше по защите Прямо сейчас у меня предмет Со странным названием Да, он называется максимально длинно Это у нас черная дыра Я устанавливаю ее ровно между двумя небоскребами Небоскребом из воды И небоскребом из лавы Что ж, не буду тянуть Мы готовы раз, два, три Мы поджигаем этот ТНТ Хотя ТНТ это сложно назвать И сейчас посмотрим Какой же небоскреб упадет Первый Опа, пошел процесс Пошел процесс Оба небоскреба уничтожаются Равносильный Опа Опа, первый Я увидел лавовый Практически испарился И да, смотрите, лавы уходят немного быстрее Чем небоскреб из воды Или уже нет Или уже нет Они все-таки одинаково уходят Смотрите, небоскреб просто-напросто растворяется Их будто тут и не было Капец Ну, короче, как вы видите От небоскребов уже ничего не осталось Это уже не небоскребы Это какие-то обычные дома Посмотрите, дом из лавы Дом из воды Потому что черная дыра могет Черная дыра просто взяла И схавала оба небоскреба Давайте посмотрим, какой же растворится впервые Ну все, черная дыра уже начала сжирать землю Короче, оба небоскреба В этой битве с черной дырой проиграли Я считаю, что они Так сказать, по-ровному уничтожились Потому что, смотрите Вот сколько осталось у воды Вот сколько осталось у лавы В принципе, одинаково, можно сказать Поэтому, ладно, ничья тут Ну а вы напишите в комментариях Какой небоскреб вам больше всего сегодня понравился Мне, я даже не знаю какой Поэтому ваши ответы в комментарии А с вами я прощаюсь Не забывайте ставить лайки И подписываться на мой канал Всем удачно, спасибо Всем пока, ребята Субтитры сделал DimaTorzok